Приветствую вас, Олег. Ну, собственно, мой коллега Кутрищев Игорь Леонидович всё довольно-таки подробно вам описал. Добавить что-то к его словам будет достаточно сложно, но я постараюсь. Смотрите, у жены проблемы с реализацией вашей. То есть, так вот со стороны, да, если человек ревнует, условно говоря, то это проблемы с реализацией. То есть, много энергии или просто есть энергия, но она не реализуется. От слова совсем. От слова вообще. И, естественно, вливается в ревность. Вот. То есть, да, там у жены есть свои страхи, да, там у жены есть свои проблемы, безусловно. Но вот реализация жены, как бы, ну, сложности с этим. И очень важно, чтобы вы помогли именно своей жене раскрыться. То есть, раскрыть себя где-то и видеть, что она ценна, так же, как и вы. Что она раскрывается, что она живет, так же, как и вы. Сейчас, на данный момент, ситуация, на мой взгляд, заключается в том... опасность ситуации, на мой взгляд, заключается в том, что она менее полно реализована, чем вы. Вы реализованы более полно, хотя и у вашей реализации есть определенные трудности. Ну, вот, например, в контексте того, что сказал мой коллега по поводу... ...обравдывания, да, по поводу того, что вы оправдываетесь перед ней, перед своей женой, и... ...по поводу того, что у вас есть пустота, ну, пустота была в душе, и вы заполнили ее театром. Вот. Это, конечно, вызывает определенные вопросы. ...безусловно. Но... ...дело не в этом. Дело в том, что, вот... ...есть... ...разность... ...в реализованности вашей, и у жены есть, как бы, причины... ...не основания, конечно, но причины для ревности. Вот. Так что, то, что вы можете сделать, это, вот, помочь своей жене реализоваться. Не обязательно в театре, но реализоваться. Вот сейчас она, по сути, от вас зависит. Не в плане финансов, не в плане, там, какого-то обеспечения, а именно, вот, именно в плане... ...степени реализованности. ...вот, а дальше... ...дальше... ...дальше идем. А-а-а... ...на сколько вы даете внимание своей жене? ... ...на сколько она чувствует себя любимой? ... ... ... И вот, вот, ладно, так? ... ... ... ... ... ... ... ... Вы делаете для нее именно то, что ей важно, именно то, что ей откликается внутри, эмоционально. А понимаете, какая история? Если бы ваша жена ревновала вас изначально, я бы совершенно точно сказал, что ревность там, неуверенность в себе, но она начала ревновать только на определенном этапе. И этот самый определенный этап, видимо в ней что-то изменилось, у нее изменились потребности, у нее изменились желания, но привычки оказались сильнее, и гибкости оказалось, к сожалению, недостаточно для того, чтобы что-то в своей жизнь изменилось. Соответственно, это привело вот к ревности. вам необходимо спросить у жены, что изменилось. поговорить о недоверии к вам с ее стороны, о природе, и, возможно, возможно, с чем-то с ней заглашиться. Следующий момент, это то, что я уже упомянул, касательно пустоты, которую вы, ну вот, заполнили на данный момент театра, некая реализованность ваша. Вы почему-то сразу по пути театра не пошли, что-то вас остановило. И вы терпели долгое время пустоту. Для вас очень важно разобраться с тем, как вы допустили ее, почему мирились с ней, во имя чего и для чего. Такое ощущение, в том числе и потому, что вы сказали в конце своего цикла написали, что из ведущей на наш суть. Вот мне кажется, что мнение как-то других людей, несмотря ни на что, несмотря на описанные вами качества свои, вы ставите превыше своего. Ну или ставили, может быть. Вот, и сейчас, вы склоняетесь к тому, чтобы поддаться на манипуляции, пускай и неосознанные, да, в вашей жизни. Опять же, только потому, что ее позицию и ее мнение ставите выше своего. Ее интересы ставите выше, да. Долг, вот чувство вины, я должен. Требования к себе не совсем адекватные, завышенные. Про, это про, ну, скорее, детско-родительские отношения. Понимаете, о чем идет речь. Ну и как бы вот, вместе с женой вам нужно обратиться к специалисту, да, и потом уже, в зависимости от всего результатов, уже каждому по отдельности поработать. Все на этом. Надеюсь, что помог. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.